Всем привет ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Этот биткоин кит покупает сумасшедшее количество биткоинов прямо сейчас. Также я хочу поделиться с тобой сегодня важными новостями из мира криптовалюты, которые тебе нужно знать обязательно для того, чтобы принимать правильные финансовые решения. Например, если ты держишь деньги на бирже KuCoin, тебе обязательно нужно посмотреть это видео. Если тебе интересны такие выпуски, буду благодарен за поддержку лайкам. Твой лайк это большая мотивация для меня в таких ситуациях, когда ютуб не монетизирует просмотры из России. Чтобы ты понимал, как это выглядит, приблизительно вот так. Было 500 тысяч месяцев, а стало 20-30 тысяч месяцев. Это называется санкции. Поэтому я буду очень благодарен, если ты поставишь лайк. Для меня это очень важно и мне это действительно нужно. Давай наберем хотя бы 3-4 тысячи лайков. Меня это очень порадует. Спасибо большое. Итак, я хочу начать с графика эфириума, на котором я обнаружил очень интересный паттерн. Фактически здесь вырисовывается нечто похожее на большой медвежий флаг. Посмотри сам. Это теоретическая фигура и вот как это выглядит на практике. Ну очень похожая. Обычно эта фигура обозначает продолжение падения после того, как цена пробивает нижнюю границу и которая потом превращается в сопротивление, как ты видишь вот здесь на этом примере. Это и способствует продолжению падения цены. Если мы сейчас увидим нечто подобное, когда цена пробьет нижнюю границу и закрепится ниже нее, то мы можем увидеть продолжение падения, как в учебнике. Целями, как правило, являются ценовые отметки на расстояние флагштока от пробития. Если это будет так, то цена эфириума снова может вернуться к отметкам ниже 1000 долларов, а конкретно в диапазон от 833 долларов до 873 долларов. 19 июня этого года цена эфириума уже достигала похожих отметок на уровне 882 долларов. Так что эта фигура выглядит довольно логично, если рынок захочет еще раз протестировать вот этот уровень. Если цена эфириума пробьет эту нижнюю границу и закрепится ниже нее, превращая ее в сопротивление, тогда мы можем рассматривать этот сценарий как потенциальный. И в этом случае я обязательно открою шорт по эфириуму. Кстати, сделать это можно, например, на бирже OKEX или Binance, ссылки на которые есть в описании под видео. Кстати говоря, биткоин в этом случае может оказаться на отметке около 18 тысяч долларов. Почему? Потому что он уже достигал этой отметки вот здесь. Если мы откроем месячный график биткоина, то заметим одну интересную вещь. На протяжении последних 5 лет у биткоина есть глобальная линия поддержки, которая здесь обозначена штрих-пунктиром. Как мы видим, в 2017 году биткоин отскочил от нее. Также в 2019 году вот здесь он отскочил от нее. И в 2021 году он отскочил от нее снова. Даже мартовский крах 2020 из-за ковида также обозначил эту линию как поддержку. Как мы видим, тень свечи уходила ниже, но сразу же вернулась обратно. Сейчас, как ты можешь заметить, мы пробили эту линию и закрепляемся ниже нее. Впервые за 5 лет. Заметь, что это пробитие описывалось тримя свечами подряд. Вот такими, как вот здесь. Ничего тебе не напоминает, мне лично напоминает паттерн 3 black kraus или же 3 вороны. Вот этот паттерн, посмотри, 3 красных свечи подряд. После них обычно продолжается падение. Как и вот в этом примере, 3 красных свечи, продолжение падения. 3 красных свечи мы сейчас и видим. И при этом мы пробили главную поддержку за последние 5 лет. Что это значит? Что на краткое и среднее сроке кажется бычьим разворотом пока и не пахнет. Но сейчас я хочу обозначить немного противоречивые действия биткоин-китов, которые делают совсем не то, чего от них ожидали бы новички на крипторынке. Многие сейчас хотели бы просто продать все и забыть как страшный сон. Но дело в том, что этот самый крупный биткоин-кит делает все с точностью наоборот. Он накапливает безумное количество монет. Каждый день он покупает сотни и тысячи биткоинов. Так сегодня он уже купил дважды. Сначала 601 биткоин, потом еще 186 биткоинов. Несколько дней назад он купил еще 815 биткоинов. Еще 360, еще 255, 565 и так дальше. Он покупает агрессивно. За 2 недели этот кит приобрел более 4000 биткоинов, пока ты, возможно, в панике избавляешься от своих монет. Этот кит с удовольствием выкупает их у тебя. И я бы делал то же самое на самом деле. Я хочу сказать, что я очень рад этому падению. Покупать активы по таким ценам раньше я только мечтал. Единственное, о чем жалею, что у меня не так много денег, чтобы выкупать биткоины по таким вкусным ценам. Да, времена сейчас для всех трудные. И я не исключение. Сегодня мои доходы намного ниже, чем были всего лишь 4 месяца назад. Все из-за известных событий. Но радуемся тому, что имеем и благодарны за то, что имеем. А теперь я хочу поговорить о важных новостях. Криптоброкер Voyager Digital, который после фиаско 3 Arrow Capital получил кредит от биржи FTX в размере 500 миллионов долларов, кажется, чувствует себя не очень хорошо. Ведь сегодня стало известно, что Voyager временно заморозил всю торговую активность. Вот и выводы средств. Кажется, они находятся на грани того, чтобы объявить себя неплатежеспособными. После фиаско 3 Arrow Capital Voyager Digital потерпел большие потери. Из-за того, что в свое время одалживал деньги этому криптовалютному фонду. И вот к чему теперь это привело. Они замораживают торговую активность. Если Voyager развалится вслед за Terra Luna или потерпит фиаско, как 3 Arrow Capital и Celsius, для криптовалютного рынка это будет не совсем хороший знак, мягко говоря. Я буду следить за этой ситуацией и держать тебя в курсе обновлений. Еще одно интересное событие произошло сегодня. FTX в Соединенных Штатах недавно дали кредит компании BlockFi, которая также пострадала из-за коллапса Terra Luna и 3 Arrow Capital. FTX кредитовали BlockFi для поддержки, но сейчас, кажется, дела у BlockFi совсем плохи, ведь американское подразделение криптовалютной биржи FTX собирается купить BlockFi за 240 миллионов долларов. Посмотрим, примут ли в BlockFi это предложение. А теперь я хочу поговорить про самый нашумевший криптовалютный фонд этого лета. Это 3 Arrow Capital, который очень пострадал из-за краха Terra Luna, и это потянуло за ним многие криптокомпании. Voyager, Celsius, BlockFi и так далее. Сегодня они официально подают заявление на банкротство. Если что, это один из крупнейших криптовалютных фондов на рынке. Вот что делает медвежий рынок даже с крупнейшими фондами. Но это происходит не только с фондами. Криптовалютные биржи также не остались в стороне. CoinFlex, биржа, которая недавно заморозила выводы и ввод средств, не возобновит торговую активность. Для этого ей нужны средства для продолжения функционирования. Денег им не хватает, и они находятся в поиске 47 миллионов долларов. Конечно, если они их не найдут, это тоже будет плохой новостью для крипторынка. Что-то как-то многовато бирж в последнее время замораживает торговую активность. Не находишь? Если мы посмотрим на тренды в американском твиттере, то увидим, что в тренде сейчас находятся KuCoin и USDC. Да, вокруг USDC и KuCoin вертятся панические слухи. KuCoin подозревает в том, что они уже не платежеспособны и могут закрыть выводы и ввод средств на свою биржу в любой момент. Поэтому, если у тебя есть там деньги, лучше выведи их оттуда на всякий случай. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Я серьезно. Также представитель криптовалютной биржи FTX, эксклюзивно для Forbes, сообщил некоторую информацию. Он сказал, что нас ожидает крах целого ряда криптовалютных бирж. По его словам, есть биржи, которые уже не платежеспособны, но не заявляют об этом публично. Входит ли в этот список KuCoin? Он не сказал. Но я так не думаю. На прошлом булране они заработали очень неплохие деньги, и если они распорядились ими с умом, скорее всего, KuCoin не рухнет. Но вот некоторые биржи могут и не пережить этот медвежий рынок. Что касается панических слухов о крахе второго самого крупного стейблкоина на рынке USDC. Некоторые люди говорят, что у USDC и компании Секл, которая за ним стоит, есть какой-то дефицит бюджета. Адам Кокран у себя в Твиттере описал эту историю. Я не хочу цитировать ее дословной полностью, потому что она очень-очень длинная. Скажу лишь главную мысль. Адам не считает, что у USDC есть какие-то проблемы. Конечно же, в криптовалюте может случиться все что угодно, и уже завтра KuCoin и USDC могут обвалиться и потащить за собой весь криптовалютный рынок. Но я думаю, что и KuCoin и USDC будет в порядке. Но лучше перестраховаться и вывести свои деньги с KuCoin. А если у тебя есть какие-то деньги в стейблкоинах, то лучше не держи их в одной корзине. Диверсифицируй свои деньги в разные стейблкоины. Например, в USDT, USDC и Binance USD. Если один из них развалится, остальные два спасут то, что останется. Вот в такие времена мы и живем. Медвежий рынок суров, но этот рынок, в котором уже рушатся институциональные, а не розничные инвесторы, гораздо суровее, чем все, что мы видели раньше в криптовалютном мире. Но как ты помнишь, лучше всего хранить свою криптовалюту на аппаратном кошельке. Например, на Ledger, чем на бирже. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. И если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень поможет. Правда. Спасибо. Увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова